Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о дрожалке оранжевой. Моё первое знакомство с дрожалкой оранжевой произошло в 2019 году. Мы ездили, точнее даже не ездили, а сплавлялись на севере по рекам, на катамаранах. И во время одной из стоянок мне попалась вот такая замечательная дрожалка оранжевая. Я тогда знала об этом грибе, но ещё ни разу его не пробовала. К сожалению, так и не попробовала, потому что оставила в какой-то момент на столе его. Ну а другие участники нашей группы не знали, что это такое, и выкинули. И так я и не попробовала этот замечательный грибочек. Но потом я неоднократно его находила и уже пробовала. Добавляю я обычно его в салаты, особенно когда готовлю по-корейски. Грибы иудинные уши, дрожалку оранжевую, зимние опята. Всё смешивается. Очень вкусный салат получается. А теперь хочу рассказать немного фактов об этом замечательном грибочке. В Китае дрожалка оранжевая считается деликатесным грибом. Её также используют в китайской народной медицине. Для приготовления лекарственных препаратов гриб в Китае культивируется. Одно из английских названий дрожалки оранжевой переводится как «звёздное желе». Но оно действительно внутри, этот гриб, желеобразный и похож на желе. И вкус, кстати, тоже похож на желе. В средние века существовало поверье, что плодовые тела дрожалки – это остатки света упавших метеоритов. Именно так сказано в энциклопедии 15 века английского первопечатника Уильяма Кекстона. Вот такой это интересный грибок, который ещё с 15 века дожил до наших времён. И сейчас его всё больше изучают, изучают его полезные свойства. Поэтому я вам советую этот грибок к сбору.